Авторские промысловые работы – игрушки из разных материалов, глины, ткани, дерева, бумаги, сделанные в разных техниках, лепные, смешанные, валеные, сшитые. Все это экспонаты новой выставки, которая открылась в Музее народной игрушки. Ее авторами стали Саровские мастерицы. Работы Натальи Махалиной создают весеннее яркое настроение. На ее стенде цветочные композиции из полимерной глины. Каждый лепесточек, каждый цветочек, каждая травинка – это все из глины, из полимерной глины. Глина волшебная, она затвердевает на воздухе. Лепесточек слепили, он затвердевает на воздухе, ничего обжигать не надо. И составляем букетики. Еще один стенд занимает работой семейного коллектива. Анна Цепова и ее дочери Любовь и Зои представляют экспонаты практически для каждой подобной выставки в Музее народной игрушки. В этот раз в центре текстильная композиция. Маме Алле больше всего нравится делать кукол и работать с тканью. Смотришь – это волшебство. Вот небольшой кусочек, вроде бы ничем не примечательный, а получается необычная игрушка. Такая добрая, мягкая. Ну а девочки мне помогают. Они вот расписали деревянные яички на уроках. Часть авторов, которые прислали экспонаты на выставку, входит в объединение «Город мастеров». Это собрание людей с творческой жилкой, мастера декоративно-прикладного искусства, художники, архитекторы. Очень хорошее объединение. Такие творческие люди, замечательные у них работы. Сейчас очень часто мы участвуем в ярмарках на праздники на городские, в парке. Вы можете увидеть, всегда есть такой островок рукоделия, где мастера предлагают свои работы, посмотреть. Первыми зрителями выставки стали ребята из художественной галереи станции «Юных техников». Для них после открытия прошел мастер-класс по изготовлению птицы. Выставка о светлом празднике весны поют пернатые певцы в Музее народной игрушки продлится до 20 мая. Для лиц старше 6 лет. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.